Здравствуйте, уважаемые спикеры, уважаемые одноклубники, приятно вас видеть. Благодаря небольшому количеству вы большой объем занимаете на экране, две половинки большого экрана. Нам очень приятно лицезреть ваши отдохнувшие после майских праздников светлые лики с возвращением в наш клуб, который, как всегда, посвящен одной из гармонических тем, связанной с сбалансированным питанием. И, как вы знаете, мы рискнули снять табу на ряд, так сказать, сладеньких вещей, которыми мы в повседневной жизни пользуемся. Тема непростая, и я полагаю, что сама тема, необходимо ее в какой-то степени спозиционировать. И, как говорил известный герой в известном романе Ильфа Петрова, вначале надо определиться в дефинициях. Я благодарен одному из спикеров за именование темы, а может быть и двум нашим спикерам. Но центральное понятие здесь, как в моем понимании, в названии нашего клуба – урбанистика. Это, как известно, целая наука, которая объясняет идущие в современных городах процессы и пытается отыскать пути их подчинения интересам людей и развитию этих интересов. И в моем понимании, что речь идет в том числе об интересах в здоровом питании, и то, что урбанистика сама по себе, как научная отрасль знаний, сформирована на стыке ряда научных и других отраслей, как архитектура, социология, экономика, география, экология и госуправление. Так, во всяком случае, трактует Википедия. Я бы осмелился добавить еще в эту синтагму понятий урбанистики и еще и кулинарное искусство в медицине. Скоро мы в таком составе сегодня собрались. Да, погружаясь в урбанистические понятия, систему координат, связанную с развитием городов современных, принципы нового урбанизма предполагают комфортность городской среды и компактизацию в местах проживания людей. Всего того, что удовлетворяет их потребности в первую очередь. Это, конечно же, потребность в воспроизводстве, в физиологическом, потребность в еде, в пище. То есть всякие соблазняющие нас жители городов вкусняшки, сдобные булочки, тортики, всегда находятся, ну, прямо, что называется, за углом. Если тормозов совсем нет у человека, то радости и соблазны города способны нанести здоровью определенный, а где-то и непоправимый ущерб. Вот. Данность еще заключается в том, что по подсчетам Центра макроэкономических исследований Сбера кондитерские изделия в продуктовой корзине россияна сегодня составляют порядка 6%. И прогнозируется рост их потребления до 2026 года, горизонт обозначен, на 0,9% в год. Словом, проблема в том, как, не лишая себя потребления чего-нибудь вкусненького, не приобрести при этом ту или иную болячку, связанную с перееданием или несбалансированным питанием. Это вот в моем таком обывательском представлении. Вот, мне кажется, об этом и серьезно. Сегодня мы поговорим с нашими квалифицированными экспертами. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Центра эндокринологии Фатима Хаджимуратовна Сгоева в особом представлении не нуждается. Напомню только, что Фатима Хаджимуратовна не так давно возглавила отдел диетологической помощи в Центре национальном эндокринологическом и является по существу нашим основным драйвером марафона здоровья, здорового образа жизни, который проходит нынче в Российской Федерации под девизом «Победим ожирение, объединив усилия». Кондитерское сообщество России на нашей встрече представляет Ольга Николаевна Пинеоза, кондитер-шоколатье, эксперт рынка, сооснователь кондитерской школы Fox Club. Наша гостья – соавтор серии креативных форм для шоколадных игрушек, автор большого количества обучающих мастер-классов, соавтор серии инновационных инструментов для создания креативного шоколадного декора. Ну, собственно говоря, мы анонсировали Ольгу Николаевну, и ее присутствие для нас большая удача, и я думаю, что разговор будет полноценный именно на стыке кондитерского искусства и медицины. Ну, и я сегодня также рад еще раз заметить, что такие популярные рейтинговые, тиражные издания «Комсомольская правда» и «Российская газета» в лице Ирины Невинной, и Оксана Нараленкова с нами. Ну, и на связи, как я понимаю, еще приглашена представитель интернет-портала «Здоровое питание», редактор Ирина Федотова, и подключение еще может быть из регионов пресс-секретарей ряда медицинских учреждений. Полагаю, надо приступать. Напоминаю, мы записываемся на видео, и если возражений не будет, материал нашего разговора будет выложен на специальном канале нашего центра на видеохостинге «Рутуб». А теперь я слово передаю гостям. Извините, что затянул, но захотелось что-то привнести. Спасибо, Александр Геевич, ничего вы не затянули. Вы очень по-современному в 7 минут уложились. Сейчас вообще считается это самое... Такая 7 минут, доклад в 7 минут, это считается очень современный подход. Я благодарна за представление, благодарна за то, что журналисты сегодня подключились. Оксану мы уже знаем, да, уже с вами виделись. И я хотела бы напомнить с вами, мы с вами обсуждали на предыдущем пресс-клубе о том, что жизнь состоит из вкусовых ощущений. И когда врачи сегодня выстраивают сплошные преграды нашим пациентам, тем самым они все дальше и дальше уходят, так скажем, от народа, от проблем наших пациентов. И когда-то Монсеррат Кабалье, великая оперная певица, спела с Фредди Меркури. И это имело необыкновенный резонанс. Мы не претендуем на такую славу, но сегодняшняя наша пресс-конференция – это именно выход в люди. И раскрыть те возможности, которые человек может себе позволить, при этом не нарушив какие-то медицинские догмы. А на самом деле эти медицинские догмы, созданные веками, какими-то годами, да, они не меняются, хотя наша жизнь меняется. И насколько сегодня поменялись повара, насколько сегодня поменялись пищевые технологии, я вот с полной уверенностью могу сказать, потому что занимая должность эндокринолога, я всегда занималась диетологией. И когда у нас в Центре ожирения, извините, в Центре эндокринологии открылась школа для пациентов по лечению ожирения, это было 25 лет назад, и не было таких пищевых технологов, с которыми мы сегодня общаемся, получая огромное удовольствие. И сегодня я большую часть времени, конечно, отдам для представления, понимания, выхода из постоянных запретов Ольги Николаевны, потому что, наверное, вот это тот технолог, который откликнулся на мой призыв, давайте выйдем в народ и поможем людям. Потому что, как абсолютно точно сказал Александр Евгеньевич, что пищевой технолог – это искусство, и медицина, я вам тоже скажу, что это искусство. Потому что все прописаны, все гайдлайны, все прописаны рекомендации, а чтобы донести до пациента, и чтобы пациент у тебя вылечился, ты должен обладать сверхспособностями. Поэтому я думаю, что мы с вами на одной волне. И, Ольга Николаевна, я хотела бы предоставить вам слово, потому что это очень важно, что мы сегодня вместе, и мы с вами начинаем работать по одну сторону баррикад. Спасибо большое за то, что вы позволили мне рассказать о том, что и за то, что пригласили, и позволили рассказать о том, что технологи действительно сегодня смотрят немножко иначе, кондитеры смотрят на ситуацию иначе. И вообще жизнь на самом деле, она меняется, подрастает новое поколение, вернее, уже выросло, и оно уже оплачивает покупки, и у него другая манера потребления. А тем более город, город, он вообще диктует нам особую ситуацию. В чем она заключается? Город – это все быстро. Город – это мы едим на бегу, мы пытаемся все успеть. И сегодня получается следующая ситуация, что невольно производители, в том числе кондитерских изделий, они оказываются перед покупателем, который должен их выбрать. Как выбрать в большом объеме? Надо запомниться, надо создать какое-то некое впечатление. И хорошо, что только ценой, понижением цены, очень сложно этого добиться. Поэтому у кондитеров, особенно у малого бизнеса, у среднего бизнеса, появляется потребность создать что-то необычное. И они двигаются в сторону вкуса, в сторону аромата, и особенно много сегодня разработок с точки зрения текстуры. А текстуру невозможно получить, по большому счету, не применяя натуральные, малообработанные продукты, допустим, орехи, допустим, это какие-то зерновые, это натуральные фрукты и ягоды, которые были либо сублимированы, когда в них остаются вкусы, в них остаются витамины, и при этом они являются источником именно вот этого натурального вкуса и именно вот этого момента запоминания. Благодаря этому мы получаем другой вид кондитерских изделий. При этом сегодня очень модно, ну уже достаточно давно на самом деле, кондитерская модно с точки зрения необычности. А необычность – это применение каких-то дополнительных элементов. И активную роль в этом играют гидроколлоиды, то есть это желатины, это агары, которые мы тоже с вами знаем, то есть это источник белка, это источник длинных углеводов, которые гораздо более полезны. То есть мы уходим в сторону от крахмалов и получаем совсем другой вид продукции, совсем другой с точки зрения восприятия, другой с точки зрения того, что он приносит нам как продукт, дающий пищевую ценность. То есть уже люди хотят, сами выбирают, и поэтому приходится производителям под это подстраиваться. Они выбирают то, что действительно похоже, вернее является, не просто похоже, а является натуральным, то, что несет нам меньше вреда. То есть да, кондитерская – это сахара, но те же сахара мы можем получить из разных источников. То есть быстро – это не значит вредно? Нет. В современном исполнении. Нет, сегодня, да, сегодня порции становятся меньше. Однозначно мы наблюдаем, вот я со стороны производителя наблюдаю однозначно изменение размера порции. То есть если мы сегодня… Потребителя. Это со стороны потребителя или со стороны производителя? Потребитель диктует. Потребитель сегодня диктует, и мы, когда выходим в магазин, вы тоже можете обратить внимание, что если некоторое время назад торт мы видели 26 сантиметров, а сегодня он уже 18 сантиметров. Это классический торт наш Прага, да? Да, большие торты, которые на какую-то гигантскую семью. И клиент сегодня думает, даже за низкую цену клиент не готов купить большой торт, потому что он его не способен съесть. То есть семьи размером поменьше, то есть 2-3 человека в семье. И когда он его потом выкидывает остатки, он сильно сожалеет. Он не помнит, что он за него заплатил мало, но то, что он его выкивал, это он осознает. Поэтому он считает, что лучше я куплю чуть-чуть дороже, но приобрету то, что я точно съем. И вот здесь обогащение белком. Сегодня очень много мы смотрим в эту сторону, то есть очень много замен животных белков. Что вас приводит к этому? Вот я слушаю, что вас привело к такому правильному подходу? Это правильный подход, то, что вы говорите? Я его вижу правильно, потому что мы снижаем содержание сахара, мы увеличиваем содержание белков, мы увеличиваем содержание длинных углеводов. И к этому приводит потребление, особенности потребления современного... То есть все-таки диктует потребитель. Да, мы даем какие-то новые инновационные штуки. Нам хочется самим развиваться, нам хочется выделяться. Появление среднего рынка, небольших кондитерских, которые не могут в цене конкурировать. То есть получается, что все-таки наша совместная работа, в том числе и с теми, кто сегодня с нами онлайн журналистами, она имеет успех. Люди приходят и говорят, я хочу менее сладкое, я хочу более яркие вкусы, не ароматизированные искусственными ароматизаторами, я хочу натуральное. Я хочу минимальное количество рафинированных продуктов. Я хочу отсутствие животных жиров. То есть люди формулируют потребность. И пропаганда, ну так скажем, здорового образа жизни, она влияет. Она просто формирует весь кондитерский рынок на сегодняшний день. Даже крупные предприятия, они смотрят в сторону изменения того, что они формируют именно как ингредиенты, внесение ингредиентов. А уже малые предприятия, тем более, они обязаны, у них нет выбора. У них должны быть свои козыри. Да, да, они должны отличаться, они должны запоминаться, они должны создавать эффект вау. Но эффект вау можно создать только за счет вот этого именно здорового потребления, потому что потребитель на это среагирует. То есть натуральными продуктами мы можем достичь этого эффекта гораздо быстрее. Да, эффективнее, быстрее. Люди очень быстро способны оценить. Во-первых, ну давайте представим, мы берем продукт, на котором написано, что он ореховый. И это какая-то некая там кремообразная масса, ароматизированная искусственным ароматизатором. Тут же рядом у нас другой продукт, на котором мы видим, визуально видим кусочки орехов. Мы начинаем его дегустировать, и мы чувствуем эти орехи. Где мы больше поверим в то, что это ореховый продукт? Там, где объективно мы эти орехи видим. Или там, где мы их чувствуем. И мы за это с большей готовностью заплатим деньги. Потому что у нас не будет ощущения, что там что-то не так. То есть вкусовые ощущения формируются ярче на натуральных продуктах? Да, вкусовые ощущения однозначно. Ощущение удовлетворения от того, что мы потребили, формируется ярче. При этом есть еще одна хитрость, которая складывается... Ну, то есть уже это не хитрость, это такой сложившийся момент. Когда производитель использует натуральные продукты, ему физически их нужно внести меньшее количество при производстве. То есть хорошего шоколада нужно меньше, для того, чтобы торт был шоколадный, чем суррогата. В итоге затраты в себестоимости ниже, несмотря на более высокую стоимость закупки. То же самое происходит с ореховыми пастами. Хорошая натуральная фисташковая паста, ее нужно условно 7 грамм на килограмм теста, чтобы был бисквит фисташковый, чтобы он действительно узнавался. В отличие от суррогатной, искусственно ароматизированной пасты, которой нужно будет 100 грамм. То есть это принципиально большая разница. А у меня тогда вопрос. Почему мы столько лет шли по пути синтетики? Ну, это история потребления. Мы же изменились сами в этом смысле. То, что мы читаем, то, что мы видим, то, что мы слышим, оно на нас влияет. Оно создает нас новых. То есть мы начинаем осознавать. Ну, и информационное поле формирует наше восприятие. 100% информационное поле формирует наше восприятие, нашу манеру потребления. Оно формирует нашу готовность и нашу удовлетворенность. То есть мы частично сегодня делегируем врачебные некие инструменты нашим журналистам, я так понимаю. Я думаю, мы буквально отдаем им это знамя. Потому что люди читают, люди смотрят. И люди до того, как человек попробовал и отдал деньги, у него сначала должно возникнуть доверие. А доверие формируется из насмотренности, из того, что они прочитали, из того, что они услышали. Да, у нас есть некая презентация, да? Она нам сейчас нужна. Я могу просто показать на то, что сегодня является одним из самых востребованных с точки зрения обучения у технологов, у кондитеров. Это идея. Ну, то есть, во-первых, мы хотим, чтобы еда была вкусной. Мы хотим, чтобы вкус составляется из аромата. Да, вот он. Вкус состоит из аромата, вкус состоит из вкуса самого непосредственно. И вкус состоит из текстуры. И вот здесь вот я подготовила такой пример, который помогает нам сегодня кондитерам, ну, и на самом деле кулинарам всем, помогает работать с потребителем. И есть такая достаточно уже известная психореология, наука, которая изучает восприятие текстуры. И она настолько важна, и она настолько важна не только ремесленным кондитерам, но и большим предприятиям, что, допустим, тот же Лейс, у них есть зарегистрированный уровень звука, который возникает при разжевывании чипсов. Да, то есть человек очень сильно реагирует на текстуру. Она для него является абсолютным доказательным фактором вкусности, полезности, идеальности. И поэтому, когда мы начинаем идти в сторону дополнительных таких возбуждающих элементов, как текстура, то мы можем выиграть в этом смысле и заодно еще внести в рынок информацию о том, что еда это не просто проглотил и прошел мимо. То есть это то, на чем нужно... То есть не заправил бензином машину? Нет, не заправил. Да, человек это. И вот была такая очень интересная женщина, Алина Шесняк, которая стала, наверное, основополагателем науки, которая позволила нам и дала основы задуматься о том, что то, что мы помещаем в рот, это не просто так, что это эмоции, это воспоминания, это реакции. И сегодняшний тренд, он конкретно направлен в сторону текстур и при этом еще один. То есть мы все время... Очень хорошо, что сегодня с точки зрения вот этого потребления и особенности еды, мы еще и завязаны на том, чтобы... Что важно для производителя на получение добавленной стоимости. То есть невозможно все время падать вниз в цене и выдавать людям что-то непохожее на еду. Поэтому мы двигаемся. Текстура сегодня – это признак качества. Текстура – это то, что позволяет выделиться, отличиться и запомниться. И тут вот у нас здесь... Вот я сразу слово текстура вспомнила. Помните, в детстве? Манная каша. Да, в детском саду. Там тоже текенки. Да, вот это вот понимание текстуры и того, как она воспринимается потребителем, как он на нее реагирует, очень хорошо помогает нам с точки зрения интеграции приятной, полезной еды. Вот мы сейчас видим нугу. Да, в нуге достаточно большое количество сахара. Но нуга – это белок, однозначно. И нуга – это натуральные крупные орехи. То есть изготовить нугу, не содержащую орехов, ну, это как бы странно. То есть при этом здесь два, допустим, образца нуги, где в одном случае, вот та, которая красная, она не окрашена. Это альбумин, то есть современные технологии, да, позволяют нам работать с необычными видами, да, ингредиентов. Выделенный альбумин в сухом виде восстанавливается, то есть это яичный белок, да, который восстанавливается в малиновом пюре. И в итоге мы освобождены от необходимости добавлять искусственный вкус, искусственный аромат, и при этом мы получаем малиновый продукт. Вот надо было раньше нам провести, потому что на ковиде, я вам честно могу сказать, первое, что падало нутритивным статусом у пациентов, это был альбумин. Дефицит альбумина – это первое, то, что мы фиксировали, когда видели тяжелых пациентов. Вот сегодня мы как раз таки и видим, что современная кондитерская, она усиленно старается ввести дополнительные полезные ингредиенты и компоненты за счет вот именно вот этих вот модернистских влияний всяких разных, ну вот восстановление альбумина, это прям идеальная история, потому что все, что касается зефира, все, что касается всевозможных там аэрированных масс, да, это все на альбумине сидит. При этом мы можем выделить изолированный козин, мы можем взять изолированный соевый белок и таким образом восстановить на любом фруктовом пюре и получить совсем новый продукт, который несет массу вкуса. А то, что касается соевого белка, это фитоэстрогены, это все для девочек. Вот, это все наше, это все наше, и мультисенсорность при этом, она еще и то, чем, ну, нас заводят, да, в новый мир зумеры. Зумеры – это все в игре, а мультисенсорность – это игра. Когда мы внутри продукта итогового получаем много текстур, это возможность получить множественный опыт. Множественный опыт – это впечатление, это запоминание. И, следовательно, это интуитивный выбор впоследствии. При этом, для кондитера, почему это важно? Потому что это личная уникальность. Кондитер может выделиться и запомниться только тогда, когда о нем говорят. Вот в данном случае у нас тарталетка на ржаной муке, тарталетка без яйца, при этом у нас малиновый бисквит, и вот это лепестки, вот эти, которые мы видим, это меренга. Это опять малиновая меренга на альбумине, восстановленная. Поэтому здесь мы видим просто другой продукт. Если мы сейчас начнем рассчитывать там пищевую ценность, то мы увидим, что содержание белка гораздо выше, чем в тех обычных кондитерских изделиях, к которым мы привыкли. Ну и, конечно, сезонные вариации всевозможные, когда мы можем играть за счет текстуры, мы активно можем играть с вкусами и вводить туда необычные элементы, то есть, опять же, те же сублиматы овощей. То есть, сегодня кондитерская идеально принимает шпинатные кремы, идеально принимает базилик, вообще идеально принимается, мороженое с базиликом – это прекрасное решение. То есть, мороженое, которое в составе – это натуральный йогурт, и базилик – это просто вот прям любимый продукт практически, один из самых продаваемых видов мороженого. То есть, сочетание вот этого горького и сладкого вкуса, оно усиливает друг друга. Всегда считалось, что соленый и сладкий, да? Нет, горький, сладкий еще. А лучше, ярче будет, если это горечь и сладость совмещают. То есть, вот эти вот противоположности, они очень хорошо работают. И сегодня, вот опять же, наши зумеры, они сами пробуют, и нам это несут, и говорят о том, что давайте пробовать, давайте играть, давайте экспериментировать. Те виды, которые мы привыкли воспринимать как варенье. Всегда у нас было варенье, это гигантское количество сахара. Сегодня введение пектина, введение ксантанов, введение агаров позволяет нам получить практически тот же продукт с минимальным содержанием сахара, с максимальным количеством фруктов и ягод. То есть, те пищевые волокна, которые вы перечислили, я должна сказать, что это пищевые волокна, которые снижают уровень холестерина. И если мы будем ежедневно вводить минимальное количество, мне надо тазиками есть это варенье, а то правильное варенье, да, ну или как это назвать правильно, это не варенье, да, это как это? Ну, на самом деле, это такие, французы зовут это кули и компот, то есть, мы привыкли, наш компот оттуда же идет, и он не называется у них ни мармеланом, ни вареньем, потому что как раз-таки это малое содержание сахара, то есть, эту основную массу представляет сам гидроколоид. То есть, это не только, опять же, да, это в случае с фитоэстрогенами, как мы говорили, это не только вкус, не только удовлетворение сладким, да, это частично лечение. Да, однозначно это лечение, и это однозначно движение в сторону здорового образа жизни, при этом это благополучно ложится на все наши культурологические аспекты, да, то есть, вот эта история бабушкина варенье, мы его не отнимаем, модернизируем, мы его просто модернизируем и даем в новом варианте. С мороженым точно такая же история. Мороженое позволяет, сегодня мы все знаем, что нам кажется, да, что мороженое – это жир, сахар, и все. Сегодня есть масса вариантов, когда мы можем получить обогащенное мороженое с большим содержанием, опять же, белка, альбумина, с другими видами белков. То есть, вот эта история восстановления, использования новых текстур, новых текстур образователей, позволяет нам получать другого типа продукты, более здоровые, более эффективные. Вот теперь у меня вопрос. Все говорят, все ждут этого вкуса детства, ламбира за 48 копеек, и с вашей, собственно говоря, речи, я так понимаю, что это не совсем правильно, употреблять именно тот, да. Это как, извините, ламборгини, да, и арба. Получается, что мы получаем некое ламборгини, да, в таком, в мороженом, и которое, собственно, улучшает здоровье наше, да, вопрос. При этом мы можем воспроизвести тот же вкус. На самом деле вкус, это же молочная история, это карамельная, да, то есть мы крем-брюле вспоминаем, это карамель, да, карамельный вкус, он может точно так же быть туда интегрирован, но не нужно добавлять дополнительные сахара, не нужно добавлять дополнительные формирующие текстуры элемента типа крахмала, можно пойти в сторону пектинов, можно пойти, опять же, в сторону, да, длинных полисахаридов, да, то есть нулины, олигосахариды, все вот это работает. Опять же, касаясь и нулина, это пост, я бы сказала, это не при, это постбиотик, который формирует нормальную микрофлору нашего организма. Да, который просто, вот нам необходим на сегодняшний день, потому что мы питаемся. Все современные витамины имеют в своем составе и нулин, которые, скажем так, модулируют микробиоту. Ну и вот меренга, о которой я вам говорю, которую мы все помним, вспомните, вот эти вот Павлова, вот эти воздушные белые штуки, которые склеены к железным кремам, без, да, то есть это все вот оно здесь, и оно может быть сформировано на любых, то есть растительных белков сегодня, выделенных огромное количество, гороховый, нутовый, картофельный. То есть это не обязательно белок яичный? Нет, вообще абсолютно. Абсолютно. Потому что классическая беза это много сахара и много яичного белка. Как только сахар, это сухое вещество, которое формирует структуру. Как только мы работаем, ну, как бы формирует, да, те участки, в которых задержится воздух. Как только мы начинаем работать с инулином, как только мы начинаем работать с фруктовыми, овощными, опять же, да, растительными пюре, обезжиренными, и работать с белками, которые выделены с иными, да, белками с изолятами, мы получаем другой продукт, не менее вкусный, даже более вкусный, более яркий, впечатляющий, при этом с абсолютно другой пищевой ценностью, с повышенной пищевой ценностью. И восприятие текстуры пищи, мы еще вот некоторое время назад мы тоже с вами встречались и говорили о том, что да, людям нужно богатство в жизни, богатство в жизни, никуда мы не денемся, оно в еде. И поэтому внешний вид, вот это прикосновение к этой еде, которая текстурная, ее жевание, остаточное явление, которое у нас остается, да, когда мы разжевали эти орехи, мы точно понимаем, что это орехи, да, и эта же меренга, она тоже с нами остается. И это все говорит нашему потребителю, что это другая еда, ее надо выбирать, она дарит гораздо больше, чем просто еду. И все то же самое у нас с мармеладами, то есть все, что я сейчас проговаривала, да, это тоже так же работает, то есть мы оказываемся перед совсем другим продуктом. Дети, которые, ну вот у меня сын, понятная история, что это сложно накормить шпинатом или чем-то подобным, но яблоко и сельдерей, сформированные в виде мармелада, идеальная история. Причем он обожает именно агаровый, в котором низкое содержание сахара и прекрасно это все естся. И это опять же те же детские наши текстуры, пастила. Мы все помним пастилу с детства, да, мы помним вот эту идею, это длительный контакт. Опять же, это история вырвать потребителя из суеты, продемонстрировать ему длительный контакт. И пастила в этом смысле очень хорошо работает. И при этом пастила – это абсолютно натуральный продукт. А вот я, глядя на пастилу, вспомнила, знаете, кавказское лакомство – это чурчхела. Чурчхела куда попадает? В какой из этих градаций? Чурчхела находится там, где мармеладный, между мармеладом и пастилой, потому что это тоже гидроколлоиды. И у чурчхелы тоже есть варианты развития. Когда мы меняем, снижаем даже сироп, там тоже мы его снижаем, но при этом там очень большое количество пектинов. Но честное чурчхела – это практически без сиропа. Это виноградный сок послойно. Я про виноградный сок и говорю, то есть я его как бы уже называю сиропом, но на самом деле это виноградный сок, это фруктоза, это масса, виноград богат большим количеством. Биофлавоноидов. Которые сегодня мы, когда мы идем даже в сторону красителей, сегодня мы идем в сторону антоцианов, мы идем в сторону каротиноидов. Да, то есть мы смотрим в сторону натуральных элементов, которые при этом к нам заходят через вот такие вот концентрированные продукты, которые несут нам совсем другое восприятие. вот любимый всеми макарон, многими, да. это миндаль, это миндальная мука, и при этом это белок, это альбумин, и это пюре, да, фруктовое, и мы получаем опять длинные углеводы, мы получаем обогащенный с большим количеством белка продукт, и он опять же может быть не только белком животного происхождения, да, это может быть не только альбумин из яйца, это может быть любой из белков растительных. И таким образом конфеты, трюфель, то есть шоколад, натуральный плотный шоколад, обсыпанный малиновым порошком, это удовольствие, которое позволяет закрепить восприятие от одной конфеты. Нет ощущения, что нужно съесть килограмм. Вот этот вау-эффект, вот эта шероховатость, которая сменяется текучестью внутри от самого ганаша, от самого трюфеля, она заставляет человека остановиться. Мы очень часто имеем результат переедания, потому что еда, она как бы проваливается, мы ее не помним, мы ее не видим, не помним, не осознаем. Как только мы фокусируемся на том, что мы делаем, снижается, то есть мы удовлетворяемся в меньшем количестве. В этом смысле, конечно, современные предложения, они как бы работают, вот они, наши гели, о которых я говорила с точки зрения конфи, то есть это очень хороший продукт с точки зрения длительного послевкусия, потому что остаточные элементы, остающиеся в полости рта, в покрытии рта, горла. А что такое гель? Я не очень понимаю. Я понимаю, что такое мармелад, я понимаю, что такое желе. А гель это что? Гидроколлоиды имеют разные, в связи с молекулы. А что вы берете? Здесь сок, соки, то есть когда у нас нет другой фактуры. Те, которые желеобразные, То есть это малина, смородина, смородина, это вот все те, Опять же, там за счет пектинов получаются. Либо пектины, либо ксантан, то есть это те полисахариды, которые формируют не крепкую структуру, не совсем агаровые. Опять же, сегодня мы видим массу решений, когда кондитер берет агаровый мармелад, который мы привыкли воспринимать как хрустящий, перерабатывает, пробивает его блендером, меняет его текстуру, он становится гелеобразным. То есть у него меняется текстура, и мы получаем новый продукт. И все равно снижает уровень фолестерина. 100%. То есть мы работаем опять же сюда, и при этом у нас достаточно долго остается впечатление. То есть вот то послевкусие, которое есть, это вот как бы доказательный фактор того, что да, мы не... То есть на мармеладных текстурах у нас послевкусие дольше сохраняется. Я так понимаю. Да, особенно на тех, которые гелевые, потому что мы... Остается остаточный продукт на нюбе, на горле, и мы... Вот эти остаточные твердые частицы, они остаются во рту, и мы с ними остаемся более длительный период. Поэтому это работает очень хорошо. При этом многие гидроколлоиды хорошо работают с точки зрения раскрытия рецепторов. То есть свои уже там процессы. Вот и все. Спасибо большое. очень интересное, красочное, и познавательное, потому что очень перекликается, да, вот это... Как нам природа дает... Да, на самом деле природа дает. Да, природа дает, потому что сначала был пенициллин, сначала была плесень, потом открыли пенициллин. Так и тут. Сегодня вот слушаешь, это приятно, и главное, это разрешение, больше разрешений, но... Мне сейчас вопрос, да, вот мы сейчас говорили очень много о пользе. Вопрос, как малым количеством, как вы считаете, вот какое минимальное количество должно быть, чтобы удовлетворить, да, вот эту тягу к потреблению чего-то сладкого, приятного, вкусного, как правильно потреблять, чтобы проработать с точки зрения технолога, как нужно правильно потреблять, потому что вы меня когда-то научили, и я это помню, что не надо запивать, не надо запивать, конфеты шоколадные, если ты ешь, то уже не надо ее запивать чаем и даже кофе. Скажите, пожалуйста, вот какие-то ваши, ну так скажем, советы, советы от пищевого технолога, который работает со вкусами, который так мастерски, да, вот управляет этими вкусами, какие вы можете дать людям советы, чтобы и польза была, да, и вреда не было? Ну, конечно, то есть это то, что как раз таки вы учите и научили меня, десерты должны быть после еды, десерт не может быть вместо еды, тут мы не понимаем, то есть мы не получаем удовольствие, мы просто производим замену, пытаемся произвести замену, да, мы пытаемся насытиться. Десерт это не еда, десерт это впечатление, это самое главное, что должны понятия наши потребители, то есть мы должны его не донести, ну и, конечно, кондитеры, потому что среди кондитеров тоже есть такая история с пытками продать торт по большим размерам, да, и как бы в эту сторону пойти. Поэтому поиск, большого объема контактов с сенсорами. То есть внешний вид. То есть как мы дегустируем шоколад? Мы его сначала раскрываем. Мы чувствуем его аромат. Это хрустящая оболочка. Да, это оттуда уже. Это начинается вообще все с бумажной оболочки. Как часто, вспомните шоколад, вспомните вдохновение. Это текстурная коншированная упаковка. То есть ты уже прикасаясь к ней, не понимая, что это что-то необычное. В связи с этим, знаете, что обратила внимание? Что мне кажется, только наши конфеты российские до сих пор содержат вот это. Вот как она красиво упакована. Конфеты вот так индивидуально. Даже, казалось бы, Линд, законодатель моды шоколада, у них не такой подход. У нас такой более деликатный. Это Аленка, она будет Аленка, потом будет вот эта фольга. Знаешь, это коробочка в коробочке. Это на самом деле важно. И это сегодня пищевые дизайнеры, они очень сильные. То есть пищевые дизайны, это же не украшательство. Это на самом деле функциональность. И с многих сторон функциональность с точки зрения транспортировки, с точки зрения потребления и узнавания на полке. Поэтому упаковка очень важна. И то, как потребитель с ней манипулирует, это уже начало контакта. То есть чем сложнее раскрыть, тем больше контакт. Бессмертного. Точно, да. Поэтому вот этот вот подход, когда появляется аромат, когда мы сначала вдыхаем этот аромат, потом мы видим текстуру, та же шоколадка, опять к шоколаду возвращаемся. Мы ломаем, она должна хрустнуть. То есть признак хорошего шоколада, это хрустнуло. И мы его, этот кусочек, маленький кусочек, мы помещаем в рот. Почему маленький? Потому что тепла нашего рта должно хватить для того, чтобы шоколад растаял. Если шоколад начать жевать, и он будет прилипать к зубам, то нет никакого эффекта. То есть те ароматические молекулы, которые должны раскрыться во рту и взаимодействовать с нашими рецепторами, которые находятся уже у нас на задней поверхности горла, они должны появиться. Чтобы они появились, они должны, то есть шоколад должен растаять. И это уже длительный процесс. Это процесс контакта, который не дает пройти мимо, случайно мимоходом съев. Конечно, если мы тут в этот момент начнем запивать, то все, пишем пропало. Вся история закончилась, и все, и нет никакого счастья. Поэтому трюфель, который весит 10-11 грамм, шоколадный, из настоящего хорошего шоколада, который обсыпан этой малиновой пудрой, натуральной малиновой пудрой. Мы уже, мы только его берем в руки, он текстурный, он необычный, он визуально иначе выглядит. Мы помещаем его в рот, и первое же прикосновение, только мы начинаем смачивать эту малину, у нас яркий малиновый взрыв. Пока мы соображаем, что это, начинает таять шоколад. И к малине добавляется вот этот шоколадный, обволакивающий вкус, который нежный, и на фоне хрустящей малины, нежный кремообразный шоколад становится еще более впечатляющим. Он закрепляется с нами. И пока мы ее одну дегустируем, это лучше трех кусков торта, 100%, для нас, для мозга, для ощущения удовлетворенности. Поэтому маленьким кусочком можно насладиться, если он не проходной, если он действительно деликатный, если в него действительно собираются. То есть конфета у нас получается, трюфель, 10-11 грамм, а тортик, сколько грамм должен? Ну, с тортом на самом деле тоже такая история, 75-90 грамм, это прям вот прям... Предел. Это прям предел. Это достаточно... То есть не 250. Нет. Нет, нет, нет. А мороженое? С мороженым то же самое, как с тортом. Мороженое не может быть, мороженого много, потому что после третьей ложки мы уже не понимаем вкуса. Все. То есть все, что мы едим дальше, больше... Ну, сколько это в граммах? Ну, это порядка 50-70 грамм. То есть 90... То есть 10 грамм конфеты, 50 грамм мороженого и 95 грамм торта максимум. То есть это то, что... Это то, когда мы находимся внутри вот этого процесса. И это не такое большое количество калорий. Нет, конечно. И если это мы укладываемся, опять же, да, в свой калораж, в свою энергоемкость, то мы соблюли все условия. Вообще небольшой объем. При этом мы же можем тот же шоколад получить из печенья, где будут цельнозерновые, да, там будут орехи, и при этом мы тоже получим счастье и пользу. Счастье возможностей. Спасибо большое. Я думаю, у нас есть несколько минут. Александр Евгеньевич? Да, и вот вместо меня бы торт многоярусный сейчас в студию, чтобы мы насладились этой эстетикой кондитерской окончательно. Ну что, впечатляет, конечно, да, впечатляет. Есть вопросы? На чем-то могли бы мы заострить внимание спикера? Пожалуйста, уважаемые коллеги. Оксана, Ирина, пожалуйста, ваши вопросы. Я, наверное, хочу поблагодарить за подробнейший рассказ красочный. Может быть, что-то по поводу сахара прояснить? Вы сказали, что замена сахара может быть сакцентировать внимание, да, если потребитель вот смотрит на коробку, что ему искать там, какую надпись? Иначе говоря, что считать за правильный продукт, исходя из технической карты вот этой, которая на составе продукта? Ну, первое, на что нужно обратить внимание, это на надпись без добавленных сахаров. То есть, потому что, ну, мы никуда не денемся, фруктоза это тоже сахар. То есть, когда мне говорят, у меня десерты без сахара. Мне все время хочется спросить, без какого сахара? То есть, в любом случае, сахар? Без какого конкретно у вас сахара? Полигосахара, полисахара, моносахара. Все равно они есть. Просто мы взаимодействуем с разными сахарами, взаимодействует наш организм с ними по-разному. А добавленные это моносахара? Если вот добавленные сахарин, дисахарин. Дисахарин, да. То есть, мы сталкиваемся часто с ситуацией, что некоторые поставщики, вообще заменить, сказать, что это без сахара, но при этом будет декстроза. То есть, прям моносахарин, который прямым образом. И поэтому потребителю нужно обратить внимание на вообще содержание углеводов. А вот в связи с этим у меня сейчас возник вопрос. У нас про стевию, да, мы ничего не говорили про сахарозаменители, что важно для наших пациентов. Как вы научились работать со стевиозитом? Да, я подхожу, ну, вообще я подхожу к работе с сахарами как комплексному процессу. Во-первых, я стараюсь скомбинировать все сахарозаменители с точки зрения объема, с точки зрения активных, потому что, ну, мы не можем, во-первых, у всех сахарозаменителей разный поток сладости, да, разный объем, разная длина сладости, и она иногда шокирует потребителя. То есть, да, некоторые сахарозаменители дают настолько резку, бывает, и охлаждающую, да, ощущение сладости, что это может оттолкнуть потребителя. И потребитель просто говорит, нет, мне не вкусно, я хочу вот с обычным сахаром. И в тот момент, когда начинаешь собирать вот эту вкусовую композицию, очень важно собрать это грамотно. И в этом смысле сборка стеви, с мультитолом очень хорошо работает. И обязательно должны быть продукты, которые являются абсолютно натуральными, вносящими другой объем вкуса. Допустим, тот же темный шоколад, он хорошо работает с стевией и с мультитолом, но хуже работает с молочным шоколадом, потому что молочного шоколада своя, другая сливочная, да, сливочность, и для них, для него стеви немножко рисковат. Но это работа технологов, да, это работа грамотного составления. Ну и надо просто внимательно читать на этикетке, что будет написано с точки зрения добавленных всех элементов, на чем основывается. Ну и, конечно, вот эта история, что первое написано, то и в большем объеме, да, нужно на это обращать внимание. Если написано, что это малиновая, а малина где-то в конце виде ароматизатора, еще идентичного натурального, то здесь надо задуматься. То есть надо уметь читать этикетку? Этикетку надо читать, да, сто процентов. Это точно. Тоже хотела спросить, слышно меня? Да, да. Это здоровое питание, да. Здоровое питание, да. Я хотела как раз тоже про сахарозаменитель спросить, но вы уже ответили частично. Я хочу узнать, а насколько такие сладости с сахарозаменителем подходят детям? Безопасно ли это для них? Ну, скорее, тут я должна ответить на этот вопрос. Если мы берем натуральные сахарозаменители, которые мы, например, сегодня озвучиваем, да, астовиазид, то они вполне себе могут быть применены у детей. Относительно синтетических сахарозаменителей есть нормы потребления, которые расписаны и для взрослых, и для детей. И мы сегодня, наша сегодня беседа все-таки касается натуральных и сахарозаменителей, и натуральных десертов. Поэтому я думаю, что мы сегодня идем от натурального и из всех натуральных. Просто сложно было, почему я задавала вопрос. Очень сложно было с астовиазидом работать. У него есть отдаленный горький вкус и с этим горьким вкусом, да, вот сейчас кондитеры, скорее всего, уже, да, эта проблема решена. И то, что написано стеви, это же натуральная, собственно, трава стеви, астовиазид, натуральный сахарозаменитель, который может широко применяться на любой возрастной группе. Отверждаю. Такое же мнение. Спасибо. То есть можно. Спасибо, Ирина. Если можно, у меня тоже созрел вопрос. Ну вот мы все знаем, что батончики зарубежные, Марс, Сникерс, вот это вот все, они безумно сладкие. Вот я, например, их никогда не ела и не ем, потому что, ну, просто приторно, невкусно. Это с одной стороны. С другой стороны, в литературе я читала, что некоторые страны идут по пути постепенного уменьшения сахара в кондитерских изделиях. Это прямо законодательно регулируется. Производители поощряют приучать потребителя к меньшему количеству, то есть постепенно снижая сладость. Вот что в нашей стране в этом отношении делается? Если делается. На законодательном. На законодательном. Нет, не обязательно на законодательном, но вот вы сегодня много говорили, что сами, сами кондитеры, они идут по пути натуральности, да, и больше полезности продукта. Но вот по части сладости, как приучить вообще потребителя уменьшать количество сахара? Ведь вот то, что мы приспосабливаемся к запросам и делаем много кондитерских изделий, они вроде бы более полезные, чем то, чем нас, так сказать, завлекали ранее. Но нет ли здесь ловушки? Мы же все равно остаемся заложниками любви к сладкому. Вот так. Может быть, просто в принципе отучать от сладкого народа? Ну, такой провокационный немножко вопрос. Ну, да, да, очень хороший. Вопрос очень хороший. Спасибо большое. Он на самом деле такой стоит буквально так в основе противостояния кондитеров, да, и не кондитеров. Смотрите, какая ситуация. Во-первых, ну, от сладкого мы не можем отказаться. В принципе, чисто эволюционно, да, то есть это так сложилось. Но чем, как сложилась такая история, что большие производители, крупные производители стали идти в сторону увеличения сладости? Ну, во-первых, это получается за счет того, что применяются другие виды сахаров, то есть это глюкоза сухая, да, это всякие разные виды такого же типа, да, сахаров. И у них действительно более высокий уровень сладости, их можно, ну, это такая была некоторая хитрость, их можно добавлять в меньшем количестве, в итоге на эти тетки мы видим меньшее количество. Но что сегодня происходит именно с точки зрения кондитеров, для которых такой выбор, он принудительно осознанный, да, уйти от большого количества сахара. Чем больше натуральных элементов внутри продукта, тем меньше необходимости добавлять сахар. То есть сладость, богатство вкуса, когда мы работаем с текстурой, когда мы работаем с ароматом, когда мы работаем с натуральным, внутри находящимся в каждом компоненте вкусом, у нас нет необходимости добавлять сахар, у нас нет необходимости добавлять соль. Чем аккуратнее мы работаем с ингредиентом, тем меньше идут потери, тем больше в нем своего объемного вкуса. Это по аналогии со специями, когда мы добавляем букет специй, мы уходим от соли. Точно. Здесь то же самое, добавляя букет специй, мы уходим от сахара. Здесь действительно такая же история. То есть мы получаем более объемный вкус, то есть сахар это попытка заменить отсутствующие вкусы в связи с тем, что продукт сформирован. Это масс-маркет, это надо быстро, это для... Там другие цели и задачи. Да, да, да. Но в любом случае нужно рассказывать людям о том, что они едят в действительности и что бы они могли есть на самом деле. При этом не причиняя вреда своему здоровью, а точно помогая. Даже помогая. Помогая. Да. То есть мы видим просто сегодня хлебобулочные изделия, которые обогащены растительными волокнами, которые обогащены семенами, тоже тыквы, да. И мы видим массу моментов, когда вводится туда и жмых свекольный, и жмых других продуктов. И мы получаем совсем другой продукт, тоже хлебобулочный, но уже там с большим количеством белка, и у них очень хорошая органолептика. И это не... Это приводит к тому, что потребление снижается. Объем потребления такого продукта, он меньше. Его... Ты наедаешься быстрее. То есть вот такая вот история. Красиво. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно, да. Ну что, будем тогда благодарить, да. Благодарить друг друга за радость общения и, конечно же, потрясающих наших спикеров. Да, и что-то вот мне подсказывает, что мы можем привнести в объем прозвучавших при открытии заседания понятий что-то новое. Вот настолько вы передали эстетизм, во-первых, вот всего этого, что мы потребляем сладенького, но я подумал, что, наверное, какой-то идет тренд перехода от моноощущений к стереоощущениям, то есть значение формы, объема и вот эти вот вкусовой объем, да, о котором вы говорите, который может минимизировать какие-то риски здоровью, да, со стороны тех же сахаров, там, то есть вот это вот, мне кажется, предмет расширения кондитерской витрины вашего замечательного произведения, популярного, да, я думаю, мы полистаем книгу продажи на миллион, да, так она обозначена, кондитерская витрина, завтра с тобой Ольги Пинеоза, и, пожалуй, «Шоколадный заяц», о котором в сердцах рассказывал со сцены Пьер Нарцисс, имеет значение, особенно в части вот этих строчек, когда он понарошку счастье крошку на ладошку положу, аккуратно с красным бантом я обертку развяжу, аппетитно, очень сытно, эта форма всех влечет, ароматный и приятный, а мы добавляем и безопасный, получаю я зачет. И я думаю, доктор, наш уважаемый Фатима Хаджимуратовна, она тоже привержен нет того подхода, когда не все полезно, что ярко и броско, вот, и поэтому вот гармония во всем и в питании, и в сочетании квалификаций врачей и кондитеров, и шоколатье, это, мне кажется, то, что сегодня востребовано, да, в современной жизни и в городах, и в мегаполисах, я думаю, и в сельской территории тоже меняют представление бабушки нам варенье, и она тоже приобретает какие-то уже новые формации. Спасибо, спасибо, до новых встреч, да, мои дорогие, и примкнувшую к нам Ирину Федотову из Здорового питания. Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо, спасибо. Спасибо.